Тюменские пловцы произвели настоящий фурор на передовстве Европы в Хельсинки. В столице Финляндии Елизавета Клеванович и Арсений Чевелев на двоих привезли домой аж 10 медалей разного достоинства. Не отстали от молодых сокоматников и Софья Сподаренко с Дмитрием Мальцевым. Мастера спорта взяли награды в финале Кубка России в Обнинске. Для Клеванович прошедшая поездка стала первым международным выездом. Блин вышел не комом, а всем на загляденье. Тюменко оправдала высокий интернациональный рейтинг и стала неотъемлемой частью эстафетного российского квартета. Как итог, три золота, столько же серебра и одна бронза. При этом дважды Елизавета стала второй в личном заплыве вольным стилем. Мне без разницы, как плыть. Ответственность мне все равно плыть за сборную, за команду. Особенно последним этапом, когда уже все зависит от себя. Я люблю это плавать. Ну да, частенько вытаскивала сборная. Пока еще ничего не ощущаю, что прошла эти соревнования. Все пролетело как миг, хотя это длилось очень долго. Особенно подготовка на озере Круглом, два месяца, это было ужасно. Вот, ну сейчас уже потихоньку приходит осознание. Почему ужасно? Тяжело. Это как вы в лесу находитесь, вы находитесь изолированы от общества два месяца в кругу своих соперников. Сибирячка на зубах дотащила сборную России к золоту в смешанной эстафете, опередив соперницу из Германии за считанные метры до финиша. Поэтому шутливое прозвище «Клеванатор 3000» все же подходит к этой хрупкой на вид девушке. Ну вообще, это придумала Софья. Мы летели в самолете после соревнований, там была какая-то игра. Мы придумали мне никнейм «Клеванатор 3000». И оно как бы за нас закрепилось уже и в бассейне тоже. Арсений Чевелев свой актив занес три золота. Все они были добыты в эстафетных заплывах. Тюменцу предстояла тяжелая миссия. Он выступал в утренней квалификации и тянул сборную к финалу с лучшим временем. Я не чувствовал таких эмоций, когда выиграл в финале на прошлом соревновании. В прошлом году, правда, устал. Вообще практически отдыха летом не было. Дома только два дня побыл. Но в этом году как-то получше. Хоть две недели есть. Этот успех ни в коем случае нельзя называть случайным. Тюменское плавание имеет серьезные победные традиции. А что особенно приятно, все ребята действительно выросли в сибирских бассейнах, а не приехали из других регионов. Подчас им приходилось тренироваться не в самых лучших условиях, иногда выигрывая вопреки, а не благодаря. В Хельсинки их поддерживали тренеры, которые всегда рядом. Ездим в обычной компании, друзья наши тоже едут, болеют за ребят. Ну, конечно, одной бы не справиться. Поддержка мужа, поддержка друзей, поддержка тренеров других. Как-то вот так, наверное. Ну, а в Хельсинки, конечно, гуляли по городу, любовались, фотографировались. Громко заявили о себе тюменцы и в Обнинске на финале Кубка России. Дмитрий Мальцев плавание на спине взял серебро и бронзу. Опытный мастер спорта оказался в долях секунды от заветной победы. Вот эти три сотые секунды, и даже где на видео видно, что Мальцев плывет впереди, вот они раздражают. Так приятно, например, даже вот четвертое место его на полтиннике, если взять время, то лучше его личный рекорд. Поэтому скорость, что хорошая, а самое трудно развиваемое качество – это именно скорость. Потому что, ну, выносливость развить там, плыви больше, отдыхай меньше, как говорится. А скорость, вот это опять же, да, это сложнее, это надо, чтобы вода тебя любила там где-то прибавить именно в этом плане. Вновь порадовала муза тюменского плавания Софья Сподаренко. 20-летняя сибирящика всего лишь год специализируется на баттерфляе, но уже является одной из главных боевых единиц в России в этом стиле. Небольшой казус случился при ее выходе на финал, где она наступила на тапки будущей победительницы – Розалии Настридиновой из Москвы. Нет, не специально у меня. Вообще успешный день был с утра. Корзинку чужую разделась чуть, не по своей дорожке, не уплыла. Но все нормально было, на веселом настроении, после этого даже по лучшему кролям сплавала. Но в кроли мне есть куда расти. Вечером, да просто взяла, наступила Розина, Срединовой на тапки случайно. Я посмотрела, они не порвались, она починит ничего страшного. После золота, ну да, я думаю, средства найдут. Баттерфляй зачастую – колесо фортуны, потому что редко пловец может угадать, в какой фазе техники он будет касаться бортика. Во многом из-за этого Софья стала второй, что ее никогда не устроит. В сентябре Тюменке предстоит начинать цикл плавания на короткой воде и выступать на этапе Кубка мира в Казани. Не то, что могла, должна была. Ну, этот спорт так получилось, и получилось, что теперь оправдываться. Есть там косички, которые даже не то, что нужно исправлять. Ну, то есть, их не должно было произойти, вот и все. Ну, еще баттерфляй – такой стиль, длинный цикл. И попасть в касание фортуны – это, конечно, мастерство, а я в бате год, поэтому все нормально будет. Большую часть времени я попадаю, и скоро это будет 100% найду. Успех тюменского плавания – большая заслуга тренерского состава и региональной федерации этого вида спорта. Вечная, словно вода на земле, популярность закрывает все наборы секции уже в самом начале учебного года. Так что родителям стоит поторопиться. Считаю, что это, конечно, спортсмен и тренер в первую очередь. Это уже последние года два ребята были активно задействованы в системе сборов и в Российской Федерации плавания. И хочу отдать, ну, сказать спасибо тренерам. Они не оставляли спортсменов как бы одних. Они всегда старались выезжать с ними где-то, опекали их, подсказывали, помогали, поддерживали. Потому что это, ну, понятно, что физическая нагрузка – это очень большая, психологическая тоже. Для Елизаветы Клеванович сезон еще не завершен и покой лишь только снится. Вместе с Валерией Фиткуловой они отправятся в Пензу защищать честь Тюменской области на финал Спартакиады учащихся России.